Неделя молитвы Сегодня я хотел бы кратко вместе с вами порассуждать, что мешает нам получить ответ на наши молитвы. Какие преграды мы сами ставим перед Богом, которые не дают возможности нам получить ответ на молитву. Я понимаю, что множество этих преград имеется, я хотел бы назвать, одну из них – это грех против первой заповеди. Грех против первой заповеди. Вы помните, подошел евангелист, один говорит, искушая Христа некий книжник, и говорит, учитель, скажи, какая наибольшая заповедь, какая наиважнейшая заповедь из всех заповедей. И Христос, возвысив голос свой, говорит, слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Бог един. И любить Господом всем сердцем, всею душою, всей крепостью и всем разумением – вот первая заповедь. и вторая, подобно ей, любить ближнего, как самого себя. В другом месте написано, что на этих заповедях зиждется закон и пророки. И более заповедей нет у других, сильнее, нежели сия заповедь. Любить Господа, Бога, всем сердцем, всею душою, всей крепостью, всем разумением и ближнего, как самого себя. С тех пор, как мы уверовали, как мы покаялись искренно пред Богом и обратились к Богу, чтобы идти к Нему, краеугольным камнем нашей веры, основанием нашей жизни должен быть Христос. Должно быть те Слово, которое стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. Но мы понимаем, что это Слово, оно должно нас касаться. Это Слово должно доходить до разделения Духа, Души, составов и мозгов. И это Слово должно судить намерения сердечные. Оно должно ставить нас перед выбором. И если это Слово нас не судит, не касается, значит, грех произвел разделение между нами и этим Словом. «И грех против первой заповеди возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всей крепостью и всем разумением». Мы понимаем, что дьявол, враг душ человеческий, он ходит, как рыкающий лев. Он хорошо знает Писание, и он хорошо знает нас, где нас запнуть, где поставить преграду. И тогда, когда мы не бодрствуем в своей жизни над Словом, написано, что Господь бодрствует над Словом Своим. Он сказал Слово, и бодрствует, чтобы оно совершилось, чтобы исполнилось в точности. Если мы не бодрствуем, тогда Сатане удается вложить мысль, вложить мысль свою, дьявольскую, и тогда мы принимаем эту мысль, дьявольскую, как свои мысли. Самый большой грех против заповеди первой является то, что в сердце наше появляются двоедушие. Апостол Иуда в третьем стихе говорит так «Возлюбленные, имею все усердие писать вам об общем спасении, я почитал за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым, ибо вкрались некоторые люди нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству». И дальше смотрите, что он говорит. «И отвергающийся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Бог никогда не потерпит, чтобы в нашей жизни было два, три и более владык. Бог желает владеть нашим сердцем. Когда же мы приходим к Господу, Господь рождает нас свыше. Как и написано, восхотел, родил нас. Рождает свыше, возрождает наш дух. Да, поистине мы становимся детьми Божьими. Да, поистине мы посажены на небесах во Христе Иисусе. Да, поистине мы все имеем потребное для жизни и для благочестия. Но Бог желает, чтобы не только дух наш, но и душа, и тело в целостности был сохранен без порока к дню явления Господа нашего Иисуса Христа. Бог желает, чтобы мы посредством воскресшего духа могли согласиться с Божьей волей, которая является нашим освящением, нашим удалением от зла. И дальше Павел здесь же в этом послании фисалокийцам говорит, и верен Господь, верен, который и совершит все сие. Совершит. Он сделает нас при условии, если мы будем ходить во свете, если мы будем, не будем грешить против этой первой заповеди, отвергаясь единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Давайте проверим жизнь нашу, жизнь в прошедшем году. Сколько владык было в нашей жизни? Почитали ли мы только Господа? Или как в Израиле было, что они и Господу служили, и идолам поклонялись? Идол – это все то, что мы представляем, что отдаем время, предпочтение, больше, нежели Богу. Идолом может быть и одежда, идолом может быть всякая вещь, идолом могут быть дети, жена. Христос так говорит, если кто любит более нежели меня, мать, отца, жену, детей, не достоин меня. Поэтому вот это слово сегодня к нам. Как мы прожили жизнь в прошедшем году? Был ли в нас Господь, Бог, Иисус Христос, Единый Владыка на нашем престоле, на престоле жизни нашей? Мы Ему одному поклонялись? Или мы, может быть, кланялись себе, своему Я? Мы, может быть, кланялись какой-то вещи? Мы, может быть, кланялись компьютеру? Как-то подошел один юноша и говорит, меня пригласили в казино. И я пошел один раз. И с тех пор я там остался. Отвергая единого владыку, тогда мы попадаем в сеть дьявольскую. И это может быть различные похоти, это может быть все вокруг, что не от Бога. Проживя год, мы должны дать отчет. Отчет Богу. Отвергали ли мы Его, единого? Или в нашей жизни что-то было другое? И Бог, и еще что-то. И это все здесь апостол говорит, что такие люди, которые отвергают единого владыку, они превращают благодать Господа в повод к распутству. Не дай Бог, чтобы мы так делали в нашей жизни. Дальше апостол говорит, что эти люди потом идут дальше и дальше, идут путем Каиновым, идут путем Валаама, идут путем тех постыдных дел, которые творят они. Неделя молитвы это неделя бдения. Бдения, как мы прожили жизнь и как мы собираемся в Новом году начать ее жить. И мы понимаем, что без молитвы, без особого подхода к престолу благодати, без особого расположения своего сердца, помните, Данил говорит, расположил я сердце свое. Расположить можно одним средством, это постом. В посте и молитве пред Богом, чтобы Бог дал благодать, чтобы Бог услышал молитву, чтобы Бог помог, чтобы Бог избавил от всех сетей, которых ставит сатана на пути странствования нашего. Мы сейчас будем молиться, будем вспоминать нашу жизнь в прожитом году и будем просить милости у Бога, чтобы Бог дал нам милость, чтобы избавил нас от тех путей, которые мы шли по неведению, по незнанию. И, конечно, мы понимаем, что за те пути, которые мы шли, необходимо попросить у Бога прощения, иначе Бог не услышит, иначе Бог не даст благодать. Благослови нас, Господь, помнить, что Он один, и только Он один хочет царствовать в нашей жизни. И тогда, когда мы даем Ему простор, Он совершает свое действие и хотение по своему изволению. И тогда Он усовершает и нашу душу, и наше тело, и тогда Он готовит нас к явлению своему, пришествию своему. Мы не знаем, когда Господь придет, но мы понимаем, что мы должны быть готовыми, мы должны быть святыми, мы должны освящающими быть, мы должны исполнять волю Его, и воля Его и заключается в том, чтобы мы каждый день освящались, ожидая грядущего. Благослови нас, помолиться об этом Господу. Аминь. 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 Аминь.